МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Горьбелышев. Здравствуйте. Ни дня без декоммунизации. Сегодня в областном центре демонтировали памятник Сергею Кирову, который располагался возле одноименного дворца культуры на проспекте Металлургов. Около 10 часов утра сотрудники Запорожского алюминиевого комбината начали демонтаж. Процесс затянулся. Рабочим дважды пришлось подпиливать нижнюю часть монумента болгаркой. В итоге снять памятник с постамента удалось только с четвертой попытки. Пока Горсовет не определит дальнейшую судьбу памяток коммунистического режима, а скульптура будет храниться на одном из складов алюминиевого комбината. Памятник Кирова находится на балансе алюминиевого комбината. Силами алюминиевого комбината мы его перевозим на территорию. Напоним, за последние два дня в Запорожье был снят бюст Сергу Адженикидзе и демонтирован памятник Феликсу Дзержинскому. В военных комиссариатах Запорожской области появились специальные мобильные группы. Их главная цель – привлечь как можно больше военнообязанных в ряды контрактников. Также члены мобильной группы будут проводить агитацию среди населения в отдаленных сельских районах. Заместитель военного комиссара области Михаил Логвинов уверен, такая разъяснительная работа значительно повысит мотивацию для вступления в вооруженные силы Украины и особенно у молодежи. «Спецеалісти, фахівці рекламної службы по контракту, вони зараз виезжають в районах села, де серед різних категорій місцевого населення проводить інформаційну роз'яснену роботу щодо проведення контрактного принципу комплектування Збройних сил України. Вони працюють з голови сільських селищних рад, а також серед мешканців в отдаленных селах. Це дозволить нам активизувати роботу щодо залучення громадян на контрактную службу, тобто відбору та направлення їх до навчальних центров». Казацкая честь і мир на Донбасі. Вклад в восстановление территоріальной цілости страны вносят не тільки воїны вооруженных сил України. Казаки всегда защищали родную землю, отстаивали інтереси народа і государства. О запорожцах в зоні АТО і казацьких традиціях 21 века смотрите в сюжете Евгений Мельник. «Сегодня потомки легендарних воїнов продолжають їх дело. В апреле 2015-го в Донецькій області з організації «Приазов'я» сформувано православне казацьке войско. В його составе мариуполец Леонид Головешко. «Сотрудність всіх казаків обогащає всі сторони. Тому обязательно треба спілкуватися, обмениватися опытом, делитися. Ми постійно держимо связь с АТО». Накануне представители Международного союза казаков «Запорожская сеч» посетили своїх побратимів, які знаходяться в зоні АТО. «Ми зараз знаходимося в стані фактичної війни. Йдеться запекла боротьба за свободу України. Проводиться АТО. І зараз з нами сьогодні в Мариуполі присутні наші побратими-казаки Мариуполя, з якими ми проводимо дуже тісну співпрацю. Сумісно проводимо операцію «Дозор», «Перехоплення» і «Козацький волонтер». Патриотичну ідею підтримують не всі організації. Некоторі запятнали казацьку чість. «На жаль, дуже багато казацьких організацій і проросійських, і російських знищували, вбивали на території Донецьку, Донбасу наших солдатів і жителів. Ми розірвали вгоду з ватаманом Козиціним, який 10 років тому заключив вгоду, обіцяв нікого не гробувати і не воювати з Україною». Це, на мій погляд, віддатна подія, тому що з'їхалися не тільки запорозькі казаки чи казаки України, а з'їхалися казаки з декількох країн в світ. Мета конгресу була – об'єднати з усиллями світового казацьства для ідеї захисту інтересів свободи, незалежності та територіальної цінності нашої України. Сбірник матеріалів Конгреса запорожців передали мариупольським казакам. «Велика дяка і шану вам за ваш ратний та мирний труд та допомогу боротьби. Дуже дякую». «Спасибо». В ході встречи в Донецькій області полковник ВСУ, бывший начальник штаба 37-го запорожського мотопехотного батальйона, Ілья Лапин награжден орденом. «Шановний пан полковник, вітаю вас, наградую, вручаю вам відповідний універсал і орден. Кузацька слава! Слава Україні! Героям слава! Це награда, це кропотливий, ежедневний, ежеминутний, тяжелий труд всіх нас. Я цей орден буду носити великою гордістью, честью. Це наша обща заслуга. Це заслуга казахського 37-го батальйона, це заслуга Международного союзу казахів запорізької січ. Це просто прекрасно, що ми є, і ми об'язані защитити нашу державу». Прошлое у казахів було легендарним. Будуще всіляє надежду. Запорожці, кажуть, будуть прилагати все усілия для того, щоб небо над Україною скорее стало мирним. Более подробно о происходящем в зоне АТО смотрите в спецпроекте «Донбасс сегодня». В понедельник, 14 марта в 19.45. Евгений Мельник, Юрий Васильченко, Александр Коровец, ТВ5. Операция «Оптимизация». Под угрозой закрытия оказалась школа одного із сел Пологовского района. Содержать учебное заведение, где в классах по два-три ученика, чиновники считают нерраціональным. Однако местные жители уверены, его ликвидация – это крах для всего села. Активисты ищут пути решения проблемы и намерены отстоять свою школу. Подробнее Екатерина Шапка. Школа в селе Болочки Пологовского района. В маленьком классе вместо десятков первоклашек всего три ученика. Один болеет на уроке только две ученицы. Такая наполняемость для этой школы стала нормой. Раньше в классах было по 15-20 человек. За последние годы количество сельских школьников существенно сократилось. На всю школу 21 ученик, 11 преподавателей и 4 технических работника. Еще два года назад учащихся здесь было вдвое больше. Детей подвозили из соседнего села Золотая Поляна. Теперь их возят в Чубаревскую школу. Она на несколько километров ближе. А в селе Болочки недостаток учеников. Учебному заведению грозит закрытие. Согласно постановлению Кабмина, финансировать школы с малой наполняемостью с сентября 2016 года не будут. В законе прописано четко. Дом, где меньше 25 ученей, державная субвенция не назначается. Закрытие школы – крах для села, уверены местные жители. В Болочках нет ни клуба, ни творческих кружков. Это единственное место, где кипит культурная жизнь. У нас просто крылья, мы знаем, что мы возвращаемся. Ряд нам так не выживали. Чиновники же апеллируют к цифрам. На одного ученика школы села Болочки из районного бюджета в год выделяют в два, а то и в три раза больше денег, чем положено. Содержать такое учебное заведение не по карману району. Из требующихся 60 миллионов гривен на сферу образования в районе в этом году выделили только 37 миллионов. Один учень, понимаете, один учень, від 30 до 45 тисяч гривен входится. Держава видає гроши на школу, на каждого учня. Вісім, ну, там, майже девять тисяч гривен. Я не хочу, как только быть голосовным и никого приниживать. Але ваш заклад, Болочкинская загальна семейная школа, існує за рахунок інших учнів. Де ми їм, у них забираємо кошти, ми не можем їм придбати якісь мультимедійні засоби, спортивні приводять. В случае закрытия школи районные чиновники намерены купить автобус і організувати подвоз школьників в село Чубарівка за 15 кілометрів. Селяне такий вариант воспринимають негативно. Говорят, дороги плохі. Маліша замітель, оцей весь прольот, він повністю під таким снігом лежить, що ми по дві неділи тут сидимо, до нас ніхто не може не заїхати, не виїхати. Ми сидимо без хліба дальше. Будуть наших дітей возити? Не будуть. Батьки приводили, які погодні умови не були, ми працювали. Ну а якщо ж, то в Чубарівку їх не повезуть, це звісно. Родители учеников і педагоги видять выход із ситуації. Предлагають містним чиновникам сэкономити, відказатися від електроотоплення, оставити действуючий, лише частина здання школи і вновь привозити учеников із соседнього села. Назад як повернуть автобус, я думаю, в сільській раді фаталу гроші для того, щоб ввозити учених сюди і з золотої поляни ввозили в Балачки. Я думаю, це звісно спроможна. Чиновники объясняють, денег на реконструкцію системи отопления нет, а подвозити учеников із золотой поляни в Балачки не оправдано. І все ж готовы рассмотреть предложення і конкретні розчеты сельської громади. Після їх изучення обіцяють провести общественне слушання. Сядемо, прорахуємо. Разрахунки відділ освіти є. Давайте ваше розрахунки, як ви бачите, як ви бажаєте за потрібним, що ви можете зробити. Окончательне решення по поводу закриття школи ще не прийнято. Жители села Балачки уже обращались со своей проблемой на горячую линию Кабмина і намерены бороться за школу до конца. Екатерина Шапка, Тарас Шевченко, Пологовський район, ТВ5. Скажи нет самолечением. Каждый десятый житель нашей планеты страдает заболеванием почек. В большинстве случаев люди обращаются к специалистам, когда болезнь приобретает хронический характер и требуется хирургическое вмешательство или пересадка органов. Как решаются проблемы с лечением таких больных в Запорожье, узнавала Галина Знаминская. Светлана Щербак ранее никогда не обращалась к нефрологам, специалистам по лечению заболеваний почек. Хотя много лет и ощущала дискомфорт и симптомы заболевания. Но после обследования на УЗИ для плановой операции медики обнаружили тяжелое поражение почки – поликистоз. Ну, было такое, что вроде бы как холодно почки, постоянно спина у меня вроде как мерзла. Вот такое у меня было состояние. А почка не болела так никогда. Но когда приступы были, вот у меня камни были, песочек шел, тогда, конечно, больно мне было. Надо же обследоваться. Легла в больницу, тогда я узнала, что это такой поликистоз почек, что она не лечится, неизлечимая. Сейчас в Запорожском городском центре гемодиализа на базе 7-й городской больницы очистку крови проводят 73-м больным. Без этого им не выжить. Гемодиализ проводят и Светлане Щербак. Начались отеки, да? Откуда они начались, никто не знает. Вот человек. Ну, никогда не придавало значения. И если бы не та операция, перед которой ее послали обследоваться, ну, неизвестно, сколько бы она еще с ними ходила, вот так вот без жалоб, без ничего. То есть появились отеки, никто же не выявляет их, так сказать, идеологию, да? То ли это сердечные отеки, то ли это почечные отеки. Ну, хотелось бы, конечно, призвать жителей нашего города, то есть не заниматься самолечением, а обращаться к специалистам. Количество людей с почечной недостаточностью ежегодно увеличивается. В гемодиализе нуждаются 170 горожан. Теперь на диализе вот уже сколько, с июля месяца, вот, отеков нет у меня. Нет, ну, после диализа нормально, живем. Аппаратура по очистке крови есть в трех взрослых и одном детском лечебном учреждении. Во второй половине этого года на базе 10-й городской больницы откроют новый гемодиализный центр. Есть вариант пересадки почки, но на протяжении многих лет закон о трансплантации органов в Украине так и не принят. А ведь от работы этого органа зависит жизнь человека. Это очищение организма от шлаков, так называемые, азотистые шлаки, яды какие-то, химикаты. То есть все это почки берут на себя весь вот этот удар. Инфекции, стрессы, какие-то приемы, опять же, анальгетиков, противовоспалительных вот этих нестероидных препаратов, которые пациенты принимают бесконтрольно. Методы лечения, которые медики применяют сегодня, позволяют предотвратить дальнейшее развитие болезни. Но это возможно только в случае сознательного отношения пациента к своему здоровью. Галина Знаменская, Игорь Бахиркин, ТВ5. Мамы, папы, братья, сестры, сватья, кумовья. Как уживаются все члены большой семьи смотрите в сериале «Здравствуй, мама» через несколько минут на телеканале ТВ5. И это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости за прочие области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред.tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Увидимся в 17.00. Субтитры создавал DimaTorzok